2020 год показал, пандемия заставила корректировать многие планы и графики выполнения работ, но только не в автодорожной сфере. Целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» достигнуты, а по некоторым пунктам и перевыполнены. В 2024 году мы должны снизить погибших на трассе в первенном значении до 3,5 раза. Поэтому эта динамика у нас нормальная, мы идем к снижению. У нас по ДТП где-то снизилось по итогам 2020 года на 15,3%, по погибшим у нас на 30%. Эта динамика есть, поэтому это зависит, конечно, от наших мероприятий. Сегодня очень большая работа проводится по капитальному ремонту. Я думаю, что в этом году мы введем 10 километров капитального ремонта по федеральной дороге в направлении М5. Главной задачей на этот год специалисты считают разделение потоков, расширение полос и организацию многополосного движения на трассах региона. Сметы, расчеты, схемы готовы. Реальное подкрепление деньги еще предстоит получить. Рядовые водители давно отмечают улучшение дорожных условий. Заслуги дорожников признает и Сергей Морозов. Наш регион уверенно лидирует в ПФО, а по России занимает очень высокое третье место. Неплохо. Далеко-далеко неплохо. Да, конечно, принимаемые ранние меры принесли ощутимый эффект и привлек к снижению основных показателей аварийности. Тем не менее, я постоянно об этом вам говорю, мы не имеем права расслабляться. 2020 год принес нам много бед, трудностей, ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Однако, стоит отметить, что в этих сложных условиях дорожная отрасль продолжала функционировать, не приостановив свою работу ни на один день. Снижение травматизма и ДТП на дорогах региона отмечают и в ГИБДД. Дороги стали не только ровнее, но и безопаснее. Ранние аварии зачастую были вызваны плохим состоянием дорожного полотна, отсутствием разметки, знаков, светофоров. Особо опасные участки сейчас фиксируются. Данные передаются в федеральное агентство и проблемы устраняются. Правда, такие места, по выражению специалистов, мигрируют, поэтому контроль не ослабевает. Кроме того, не дает расслабляться так называемый человеческий фактор. Выявлено свыше 1 миллиона 436 тысяч нарушений ПДД. Задержано 3650 водителей в состоянии опьянения, что на 17% выше аналогичного показателя. 430 водителей, допустивших нарушение ПДД, связанных с повторным управлением транспортным средством в состоянии опьянения. То есть, в соответствии с статьей 264 УК РФ. 2227 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Этот ряд продолжают непропустившие пешеходов. Кстати, пешеход тут тоже далеко не ангелы. Они нарушили правила дорожного движения 12 тысяч раз. 20 тысяч нарушений – вклад в неутешительную статистику от водителей общественного транспорта. Некоторые машины, осуществляющие пассажирские перевозки, вообще сняты с маршрутов, как не соответствующие требованиям безопасности. В этом смысле ужесточение надзора за транспортом вполне понятно. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Павел Половов, Герман Баранов, Новости Улправды ТВ.